Сегодня будем говорить о том, что делают многие женщины. Это разгрузочные дни. Полезны они или вредны? Считается, что разгрузочные дни являются хорошей альтернативой длительным диетам. Так ли это? Действительно ли разгрузочные дни могут привести к уменьшению жира в организме? Как их правильно соблюдать? Какие подводные камни могут поджидать женщину, которая практикует разгрузочные дни? Об этом мы поговорим сегодня. Мы кинули клич среди наших зрительниц, кто проводит разгрузочные дни. Многие откликнулись, и они стали героинями нашего эксперимента. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Доброе утро, товарищи! Начинаем разгрузочный день. Знакомьтесь, участницы нашего эксперимента. Каждый из них несколько раз в месяц проводит разгрузочные дни. Я на гречке. Я на кефире. Я на соках. Я на минералке. Я на васях. Я на яблоках. Я на васях на васях. Да, рацион скудный, но здоровье и красота, как известно, требуют жертв. Мне хочется сбросить лишние килограммы. А я пытаюсь таким образом очистить свой организм от шлаков и токсинов. А мне сказали, что на разгрузочных днях можно было похудеть. Стремление к красоте – это прекрасно. Мы решили этим воспользоваться и понаблюдать, как именно женщины проводят разгрузочные дни. Допускают ли какие-то ошибки? Для начала взвешиваем каждую участницу и измеряем количество жира. Это весы с жировым анализатором. Они позволяют оценить не только массу тела, но и количество жира в организме. Измерения проведены. Результаты записаны. С разрешения всех участниц мы устанавливаем у них дома камеры видеонаблюдения. Женщины, как и раньше, будут проводить разгрузочные дни, а мы понаблюдаем. На старт, внимание, разгружаемся. Тридцать дней пролетели незаметно. За это время нам удалось увидеть немало интересного. Из семи участниц эксперимента мы выбрали троих. Причем первую участницу нашего эксперимента – Оксану Кривцову. Она у нас в студии. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Ну как, разгрузились? Разгрузилась, построила. А я хотел бы посмотреть, как это было. А вы снимали? Конечно. Вот вы, видите? А я смотрю, вы так трепетно относитесь к весам. Вы их недавно купили? Да, недавно. Второй раз. Третий раз уже за день. Вы правда думаете, что в течение дня вы так сильно будете худеть, что это прям весы будут? Подожди, смотрите, пятый раз. Конечно, чем меньше есть, тем больше худеешь. Мне даже уже интересно, сколько раз это будет. Уже шесть. После каждой еды, после каждой работы. Хотела бы посмотреть, сколько граммов теряется в течение дня. Как больше утром, больше вечером. Ну и какие вообще результаты от этого разгрузочного дня? От этого именно разгрузочного дня я потеряла 400 грамм. А на следующий день, правда, набрала. Сколько же вернулось. А чем вы разгружались? Я разгружалась творогом, кефиром и чаем с лимоном без сахара. Угу. То есть давайте разберем, доктор, что же вы потребляли. Белки, жиры и углеводы. Подарки матушке природы. Ключевым вопросом является, чем же вы там разгружались во всем этом наборе. Были маленькие порции или вы ели по... Порции были маленькие. А-а-а. Давайте мы проверим ваш вес и содержание жировой ткани. Давайте. Мы измеряли их до начала эксперимента. Измерим сейчас. На тех же самых весах, дабы избежать каких-либо ошибок. Давайте. Так. Вес до у нас был 103,7 килограмма. Содержание жира 49,7 килограмма. Держитесь. И сейчас, что мы видим? Мы видим 101 килограмм 800 граммов. И это минус почти 2 килограмма. Но при этом мы видим, что вес жировой массы тела уменьшился всего-навсего на 100 граммов. А это означает, что сейчас жировая масса 49,6. Это на самом деле находится в пределах погрешности измерения. И поэтому боюсь вас огорчить. Но в результате своей замечательной диеты вы практически не похудели. И если уж что-то удалось сбросить, то в первую очередь не за счет жировой массы, а вероятнее всего за счет уменьшения воды. На самом деле, если подходить к этому глобально, разгрузочные дни прежде всего нужны не для того, чтобы похудеть, а для того, чтобы остановить этот процесс хотя бы на день. Интересно моя точка зрения. Разгрузочный день нужен для того, чтобы у человека, который не может серьезно изменить свою диету, немного переключить питательные стереотипы. То есть он понимает, что на самом деле он питался день только кефиром, и он не умер. Ничего страшного с ним не произошло. Это в дальнейшем позволит ему легче перестроиться на ту диету, которая действительно принесет серьезные результаты. Я поняла свои ошибки. Ваша ошибка? Да. Спасибо, Артем. Присаживайтесь. Прошу вас. Следующая наша участница тоже проводила разгрузочные дни. У нас в студии Светлана Трифонова. Встречаем ее. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Ну что ж, посмотрим, как вы проводили свои разгрузочные дни. Мы тоже за вами следили. Очень понятно. Ну-ка, ну-ка. А чем вы разгружались? Кефиром. Во вторник разгружались кефиром. Хорошо. Погодите, а в среду вы чем разгружались? Яблочком. То есть одни яблоки? Да. Так. А живот не болеет? Погодите, а вы что еще и в четверг разгружались? Да, четверг. А в четверг чем? Гречневой кашей. Чем? Гречневой кашей. Гречневой кашей. Вот очень интересно, такие последовательно разгрузочные дни, насколько они хорошо вам помогли. Так. Значит, месяц назад вы весили 105 килограмм 400 грамм. А сейчас 106 килограмм 800 грамм. То есть вы прибавили почти полтора килограмма. При этом содержание жира возросло с 32,7 килограмма до 33,2. То есть из того килограмма 400 грамм, который вы набрали, 500 граммов вы набрали за счет жировой массы. В чем ошибка, доктор? Ну, основная ошибка заключается в том, что разгрузочные дни нельзя практиковать постоянно. То есть организм в таком случае, недополучая калорий, он стремится сократить расходы. Это приводит к замедлению обмена веществ. А в таком случае затраты становятся ниже поступающего количества продуктов. И в данном случае это приводит только к набору веса. Вот я бы хотела узнать, какой психологический фактор вообще влияет именно психологический фактор на жировую массу? Люди на самом деле полнеют тут совершенно разных причин. У одних людей нарушение обмена веществ, эндокринное расстройство. У других людей это психологические проблемы, связанные с перееданием. У третьих людей это дефицит двигательной активности. То есть причины здесь могут быть очень разные, совсем не обязательно они находятся в сфере психологии. То есть может быть это действительно проблемы с организмом. Плюс визит к диетологу, безусловно. Вот приедете к Юлии Геннадьевне на прием, расскажите ей всю правду. И вы будете такой же стройной, как и она. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Следующая наша участница эксперимента – удальцова Светлана у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте. Разгружались? Конечно. Давайте посмотрим как. Не надо. Надо. Я подозреваю, что вы что-то уже скрываете. Так. Итак, пятница. А чем вы разгружались? Гречка. А, погодите, а в субботу вы что делаете? Тоже гречка. Это обман. Это не я. Так, так, так. Минучка. Это не похоже на гречку. А вот это очень не похоже на гречку. Так, 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 так. Мне кажется, ваша сетра близнец. Это не я. Я так не делаю. То есть там шла у вас разгрузка и погрузка, как в порту. Я не думала, что вы меня поймаете. Дело не в том, что мы вас поймаем или не поймаем. Дело в том, что это совершенно не помогает вам сбросить лишние килограммы. Давайте взвесимся. Кушать хочется. Держите меня, мальчики. С удовольствием. Мы, да. Так, давайте вставайте. До разгрузочных дней Светлана весила 139,9 килограмма. При этом жировая масса тела была 72,2 килограмма. Сейчас по результатам нашего измерения мы видим, что вес дошел до 142 килограммов. То есть мы прибавили 2 килограмма. И жировая масса тела возросла на 600 граммов. То есть до 72,8 килограммов. За месяц. Мне прям стыдно. Когда вы садитесь вот на разгрузочный день, на следующий день вы съедаете не просто столько, сколько ели обычно. Вы съедаете значительно больше, чем вы обычно едите. То есть вы отрываетесь за весь свой разгрузочный день, пытаясь норму за прошлый день добрать. Но с другой стороны, столько денег вложено, что же пропадать. Я очень за вас рад. И я тоже. А вы знаете... Особенно через год, когда еще плюс 24. А вы знаете, во сколько раз смертность повышается с каждым килограммом в вашем возрасте набранном? Нет? Нет. Нет? А знаете, как часто шейка бедра, например, ломается у тучных людей? Я не тучная, я роскошная. А как по-вашему? Выпугал. Роскошная женщина со сломанной шейкой бедра. Да, я даже не станцию. Она остается роскошной или превращается просто в полную? Да. Нет, дело не в том, что доктор вас пугает. Да я вообще уже... Вы же такая красавица. Я пришла звездой, а чувствую... Вам надо заняться своим здоровьем. Мы к этому вас призываем. Существуют специальные люди, которые вам помогут. Их зовут диетологи. Надо к ним прийти. То есть самое должно быть крупное. Подобратите внимание. Юлия Геннадьевна Чихонина. Здравствуйте, Юлия Геннадьевна. Врач-диетолог. Клиники Института питания РАМ. Кандидат медицинских наук. И что характерно, тоже роскошная женщина. Вы не гадайте на кофейной гречке. Вы лучше попробуйте прийти к ней. Она вам все расскажет. И она вас пугать не будет. Да, у нее глаза добрее, чем у некоторых. У доктора работа такая. Тяжелая. Тяжелая. Спасибо. Хорошо. На самом деле, доктор, три ошибки, они все три понятны. И они очевидны. Но прежде всего, что обвинять этих женщин? Они хотят избавиться от лишних килограммов. Как это правильно сделать, мы поговорим с нашим экспертом. На студии врач-диетолог Юлия Геннадьевна Чихонина. Юлия Геннадьевна, вот такие у нас девушки участвовали в эксперименте. И практически они вес не сбросили. Самая главная ошибка, с вашей точки зрения? С моей точки зрения, самая главная ошибка заключается в том, что, как я поняла, разгрузочные дни они себе выбирали сами. А для проведения разгрузочных дней необходимы совершенно четкие показания. То есть, нужно различать, для чего проводится разгрузочный день. Для снижения массы тела. Или же, избыточная масса тела сопровождается определенными заболеваниями. В зависимости от заболеваний, также назначаются специальные разгрузочные дни. Это широко используется в лечебном питании. Например, при гипертонической болезни показаны калиевые, магниевые, овощные, фруктовые разгрузочные дни. Для того, чтобы восстановить баланс натрия, калия и магния в организме. При заболеваниях почек показаны безбелковые разгрузочные дни. Для того, чтобы создать функциональный покой, функциональную разгрузку для органа. И, как правило, если разгрузочные дни используются исключительно для снижения массы тела, они должны быть сбалансированы по своему составу. То есть, они обязательно должны включать в себя белок. И только в дополнение к этому могут включаться овощи или фрукты. А такие монодни, как кефирные, только овощные или только фруктовые, они имеют очень низкую энергетическую ценность. В результате чего можно спровоцировать стрессовое состояние организма, после чего происходит замедление обмена веществ. И по истечении разгрузочного дня организм экономит энергию. И при поступлении достаточного количества энергии, которое было до разгрузочного дня, это провоцируется набор последующего веса. Меня напугала вот одна наша участница, потому что, если вы помните, она один день пила кефир, второй день ела только яблоки, и следующий день употребляла только гречневую кашу. Я, естественно, хочу спросить у вас. Не опасно ли это для нашего желудка, прежде всего? Конечно, это опасно и для желудка. И эту систему уже нельзя назвать разгрузочными днями. Это монодиета, которая совершенно не сбалансирована по своему составу. И в результате этой монодиеты, естественно, пациентка сорвалась. Спасибо большое. Спасибо, Юлия Геннадьевна. Нередко в модных журналах, особенно на предпоследней странице, многие пишут рецепты разгрузочного дня. Непонятно, кто это пишет. Ну, я думаю, что их пишут те же люди, которые пишут астрологические прогнозы. Может быть. Но самое главное, когда вы читаете это, знать, что если вы будете питаться неправильно, прежде всего можно испортить желудок. Правильно?